Своё право на ухоженный и красивый двор отстаивают жители двух домов на улице 2 Чайковского в областном центре. Инициативная группа решила принять участие в программе Минстроя по формированию современной городской среды. Провели собрание собственников, получили 90% голосов жителей, написали проект усовершенствования двора. Пакет документов в 200 с лишним страниц отнесли в администрацию, но в программу на этот год не попали, чем очень возмущены. У нас вот соседний дом есть, улица 3 Чайковского, дом 9. Мы точно знаем, что в этом дворе никакого собрания не проводилось. Люди даже до сих пор говорят, что у нас не было никакого собрания, ни про какое софинансирование не слышали. Однако они каким-то образом попали в эту программу и стоят в списке на 21 месте. Мы, конечно, точно не знаем, но предполагаем, что нам изначально говорили, что вы тут делаете такие собрания, собираетесь, суетитесь, о чем-то мечтаете. Ну там уже заранее все решено, вы не войдете. Ну мы говорим, как не войдете, у нас такая инициативная группа. Женщины молодцы, я прямо готовлю памятник при жизни поставить, что занимаются всеми вопросами. Мы, конечно, очень надеялись, что мы войдем. Ну действительно, значит, кто-то уже, так сказать, до того, как началось официальное это решение, все же было решено заранее. Домам на улице 2 Чайковского больше полувека. Двор разбитый, в дождь скапливаются лужи, которые не просыхают три четверти года. Правда, в списке критериев программы не учитывается, насколько двор плох. Поэтому никаких дополнительных баллов даже из сочувствия. Весной, вы знаете, здесь канавы, получается, когда тает снег. Нам пройти негде. Здесь сосульки, здесь канавы. Вот это вот напрягает очень. И просто обидно, что вот дети везде катаются на роликах, катаются на самокатах, на велосипедах, а у нас не проедешь по нашему двору. Заявок от ивановцев на благоустройство дворовых территорий поступило больше сотни. Максимально можно было получить 25 баллов. Жители улицы 2 Чайковского набрали в два раза меньше. Несмотря на то, что данный дом набрал 11 баллов только по причине того, что не было предусмотрено финансовое участие и не предусмотрели жители данного дома, которые подавали заявку об обеспечении доступности для инвалидов, они набрали 11 баллов. Несмотря на то, что они набрали 11 баллов, данная заявка будет иметь приоритет в следующем году. Если бы жители согласились на софинансирование, имели бы больше шансов войти в программу этого года, отмечают в мэрии. Представители других дворов соглашались внести до 20% от суммы в смете. Есть две программы. Программа минимальная и программа с дополнительными работами, которые требуют в софинансировании. Поэтому конкурс должен быть. Идти по двум программам среди равных. Как мы можем конкурировать, если у нас эти баллы по софинансированию в нашей программе. Это не требуется, это софинансирование. И тут жители ошиблись, указывают в мэрии. Перечень работ на Чайковского расширенный, потому что включает не только лавочки асфальт, но и ливневую канализацию. Увы, без софинансирования нет и шанса. В Министерстве строительства ЖКХ в своих методических рекомендациях предусмотрен приоритет комплексности проведения работ по благоустройству дворовых территорий. Поэтому, конечно, мы жителям рекомендуем не останавливаться только на минимальном перечне, а действительно его расширить и дополнительным перечнем, чтобы двор выглядел как одно из чудес, можно сказать, света, как эталон. И мы хотим все видеть дворы такими. Федеральная программа рассчитана на пять лет. И в следующем году двор на улице 2-я Чайковского получит дополнительные баллы. Сколько, пока неизвестно. Комиссия в администрации дорабатывает условия выставления оценок. Но проводить собрания придется снова, ровно как и рисовать эскизный проект. В мэрии прогнозируют большую конкуренцию на грядущий год. Программа набирает популярность, а значит, за право на комфорт придется побороться.